Продолжение следует... Сейчас в Украине забронировано 538 тысяч человек, включая госслужащих и работников военных администраций. Пока общество обсуждает эту норму, можно спрогнозировать новый вид мошенничества. Ловкие дельцы будут регистрировать предприятия, брать на работу желающих закосить от мобилизации и платить за них двадцатку в месяц. Берясь с них, конечно, гораздо больше. Вывод. Как ни крути, но если у тебя есть деньги, ты сможешь купить себе белый билет. И еще одно инновационное предложение озвучил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Депутаты и чиновники должны проходить военное обучение вместе с другими мобилизованными. Это, считает Арахамия, должно мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить военное обучение. Правда, депутаты будут обучаться неполное рабочее время и после окончания военной подготовки вернуться в свои кабинеты. Ведь, согласно закону, они имеют бронь от мобилизации. Я уже вижу уставшего депутата, который будет выходить из казармы, хлопать по плечу мобилизованного, который прямо сейчас едет на передовую со словами «Ну, давай, удачи!» и возвращаться в свой кабинет на Грушевского. Почему это должно вдохновлять мобилизованных, я не понимаю. А вы как считаете? Держим вас в курсе событий. Держим вас в курсе событий.